МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ПС. Продолжаем программу городские подробности. Все, чем запомнилась в прошедшей неделе. Сегодня в выпуске. Инаугурация нового главы Архангельска. Как прошла торжественная церемония вступления в должность Игоря Годзиша? Подробности в программе. Основные приоритеты деятельности нового главы столицы Поморья Игорь Годзиш дал первое интервью нашим журналистам. Актуальные вопросы и главные задачи. Первая планерка Игоря Годзиша в новой должности. Важная дата. Как в Архангельске отметили день неизвестного солдата. С песней по жизни. Любимый сограждан Алла Сумарокова отметила свой юбилей праздничным концертом. В начале выпуска о знаковом событии для города. 4 декабря Игорь Годзиш официально стал главой Архангельска. Как прошла инаугурация нового градоначальника в материале Артемия Заварзина. Торжественная церемония вступления в должность главы Архангельска началась с оглашения решения городской думы, которая на ноябрьской сессии утвердила его кандидатуру на этот пост. По представлению конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования города Архангельска принято решение избрать главой муниципального образования города Архангельска Годзиша Игоря Викторовича. Игорь Годзишу вручается удостоверение главы муниципального образования города Архангельска. Вступая в должность главы муниципального образования город Архангельск, обезуюсь соблюдать и защищать Конституцию и законодательство Российской Федерации, соблюдать устав и законодательство Архангельской области, устав муниципального образования город Архангельск, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Своими поступками и действиями обезуюсь честно и добросовестно служить процветанию города, благополучию его жителей и выполнять возложенные на меня обязанности главы муниципального образования. Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова вручила Игорю Годзишу официальный символ главы города, знак с изображением герба Архангельска. После исполнения гимнов Российской Федерации Архангельской области города Архангельска глава города принял первое поздравление и напутствие на ответственные пять лет. Мы, безусловно, ждем от вас, что свет на улицах станет ярче, дороги ровнее, дворы более благоустроены. Безусловно, будут решены задачи аварийного жилья, строительства новых социальных объектов, но эта непростая задача предстоит всем нам, всем вместе. И могу вас заверить, что правительство Архангельской области, я как губернатор, всегда будем готовы подставить вам плечо дружбы, помощи. Я выражу, наверное, пожелания всех моих коллег о том, чтобы у вас все получилось, чтобы областная власть вас поддерживала, чтобы семья вас любила по-прежнему и дорожила вами, чтобы все у вас получалось, что вы задумали, и чтобы здоровье не подводило. Митрополит Архангельский Холмогорский Даниил благословил главу города иконой небесного покровителя столицы Поморья Архангела Михаила. Вы вступаете в должность, которая и от вас требует отречения, отречения от себя. И вы будете меньше, Игорь Викторович, уделять внимание своей семье, своим даже друзьям. На вас ложится тяжелый и ответственный крест, крест служения, служения людям, служения нашей земле. И кресты, они настолько тяжелые, что их человек своей силой никогда не сможет нести. А с Божьей помощью он может и несет замечательно, красиво. Игорь Годзиш стал первым руководителем Архангельска, избранным по новой системе. Но его полномочия как главы города остаются неизменными. Предстоит решать задачи городского масштаба – реализовывать стратегию развития Поморской столицы так, чтобы каждый ее житель мог искренне признаться в любви к своему городу. Мы любим тебя, Архангель, мы крови с тобой одной. Мы любим тебя, Архангель, старинный и молодой. Мы любим тебя, Архангель, гордость родичей. Мы любим тебя, Архангель, просто за то, что ты есть. И сразу после торжественной церемонии вступления в должность Игорь Годзиш дал первое интервью нашим журналистам. Подробности прямо сейчас. Отвечая на вопросы архангельских СМИ, Игорь Годзиш подчеркнул, что свои первые шаги на новом посту он сделал еще до официального вступления в должность главы Архангельска. В определенное время работал над тем, чтобы более глубоко познакомиться с теми проблемами, которые сегодня есть у города. Постарался, насколько это было возможно, познакомиться с людьми, которые внутри горят какими-то идеями, готовы сегодня предложить городу. Я думаю, что это очень важно. Попытался спланировать на ближайшее время свою работу, так чтобы она была максимально эффективной. Но сегодня у нас с вами, коллеги, зима, поэтому все наши самые очевидные проблемы мы выходим и видим. Снег, ЖКХ, никуда мы от этого не ушли. По мнению Игоря Годзиша, самая сложная и болезненная городская среда под названием ЖКХ требует сегодня лишь одного – четких действий, дающих видимый результат. Будем чистить и ремонтировать. Прежде всего, нам нужно выстроить сегодня систему контроля и за чистками, и за ремонтами, так чтобы у нас было сегодня понимание. Так и ремонтируют, там не чистят, где надо, все ли чистят, что должны. Поэтому большая работа у нас впереди. И на самом деле, я очень надеюсь на помощь наших средств массовой информации, чтобы эти проблемы поднимались, чтобы мы их начинали обсуждать с обществом и находили решение. На вопрос, ожидать ли от избранного главы города революционных действий, неожиданных преобразований, Игорь Годзиш ответил однозначно. Вы знаете, на самом деле наш город очень красив. Нужно ли нам новое лицо? Я думаю, что нам нужно ту марку, то имя, которое есть у Архангельска, прежде всего его поддерживать и добиваться того, чтобы в устах людей действительно слово Архангельс звучало с пьетитом каким-то. Если это человек, который побывал у нас, чтобы он с удовольствием вспоминал о нашем городе и всегда хотел сюда вернуться еще раз. Вот, наверное, то, чего хотелось бы добиться. Максимально эффективно, по мнению главы города, будет сформированный бюджет Архангельска на 2016 год. Он станет первым важным документом, который Игорь Годзиш подпишет в новой должности. Актуальные вопросы и главные задачи. Переправы, водоканализационное хозяйство, подготовка города к новогодним и рождественским торжествам. Эти и другие темы обсуждались на планерке в мэрии Архангельска. Специалисты департамента городского хозяйства доложили, за минувшую неделю никаких чрезвычайных ситуаций в Архангельске не произошло. Все котельные работают в штатном режиме. До конца сезона на островные территории завезены запасы топлива. Игорь Годзиш дал поручение специалистам департамента обратить внимание на ситуацию с доставкой пилет. У нас, как традиционно, пилет и доставок. Пока четких переправ нет, они начинают ситуацию обострять. Остатки такие, как пилет на островной территории и так далее. Посмотрите, эта ситуация у нас была в нормальном состоянии. Отдельный блок вопросов – водоканализационное хозяйство города. Особенно актуально на сегодняшний день эта тема в Маймаксанском округе Архангельска. Проблемы сегодня выходят на первый план – это подпор канализации. Подпор канализации поселка Гидролизного завода, 26-го лесозавода и поселка Экономия. Особенно критическая сейчас ситуация получила последнюю информацию по Будемо всем. Идет, по сути дела, уже канализация в квартире. Доклад, какие меры планируете выполнить, и что необходимо, и чем нам непосредственно нам помочь в этой части. Если надо будет привлекать управляющие компании, чтобы они в подвалы пустили, чтобы тепловые пункты у нас не плавали в канализации. Главы округов отчитались и о подготовке своих территорий к новогодним и рождественским торжествам. В Северном округе праздничная елка зажжет свои огни 20 декабря. В округе Варамина-Фактория до 15 декабря установят четыре еловые красавицы. В ходе подготовки к новогодним праздникам украшены гирляндами на сегодняшний день 76 елей, из которых 55 елей это округ украсил, и 21 елей украшена организацией этой гирляндой. Центральную елку на площади Ленина в Ломоносовском округе начнут устанавливать с 13 декабря. Засверкает разноцветными огнями от гирлянд главный символ нового года 25 декабря. К другим темам. 3 декабря в России отмечался день неизвестного солдата. Это день памяти о каждом солдате, защищавшем нашу родину. И на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Как в Архангельске почтили память безымянных героев, расскажет Мария Воробьева. Среди участников митинга Леонид Тарутин. Война застала его 10-летним мальчишкой. Кто шел в зажигалке и жил в Архангельске всю войну. В этот день отдавали дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений, чьи имена еще не установлены, не найдены места захоронения. Ежегодно поисковики России поднимают останки сотен безымянных красноармейцев. В поисковом движении Архангельской области около 600 северян ведут активную работу по поиску без вести пропавших. На сегодняшний день у нас в реестре поисковых объединений Архангельской области 33 объединения и еще три на подходе, что называется. То есть мы растем, за год к нам прибавилось 7 поисковых объединений. В августе этого года поисковики вернули в семью Жанны Барболиной имя деда – Егора Андреевича Гусева. Внучке солдата, павшего в боях за Ленинград, был торжественно вручен его медальон. Я знаю только со слов мамы. Она все время хотела его найти и все время мне рассказывала, что он был в той лище-то водах в деревне у них, и что он пропал в месте на Сияйских болотах. За чувство радости. И за то, что ищут, не забывают. И огромное спасибо за это. Площадь мира у Вечного огня не случайно выбрана местом, где можно почтить память безымянных героев Архангельска. В следующем году исполнится 25 лет, как здесь прошла церемония хранения капсулы неизвестного солдата, найденной нашими поисковиками в Карелии. И тот факт, что 25 лет мероприятия прошло в рамках 50-летия прихода первого воинского конвоя, арктического конвоя Дервиш в Архангельск тоже символично, потому что в следующем году мы с вами будем отмечать 75-летие прихода сюда Дервиша. И большая работа властными, городскими властями при поддержке российского военно-исторического общества проводится сейчас. И мы, конечно, обращаемся и к жителям Архангельска быть готовым к этой дате. Я обращаюсь к нашей молодежи продолжить эту работу, включиться в ряды наших поисковых отрядов. Такие даты важны прежде всего для юных архангелогородцев. Это им хранить память и правду о славной истории нашей страны. «Дорогой длинную» – это не только строки из знаменитого романса, но и название концерта заслуженной артистки России Аллы Сумароковой. Свой юбилей певица отметила на сцене в кругу любимых зрителей. А песня длиною в жизнь прямо сейчас. «Зорька алая» – «За деревней, за рекой», «Архангелогородочки». Звучат ли в исполнении Аллы Сумароковой народные песни, «Лешуконские лечестушки» или «Романцы» – все это так подкупающе искренне, от сердца, что не может не взволновать. «Картина нынче даже наблюдается, хоть годы пролетели над Россией, но лодана красавица не меняется, а северенки самые красивые». Все русские песни, наши северные, мы ее знаем, подпеваем, когда идет концерт. Мы в восторге. Она самобытная, наша архангельская северная певица. Алла Сумарокова представила на суд зрителей свою новую песню «Рябиновый родник» на слова знаменитого онежского автора Евгения Токарева. «Пьет под нашей рябиной веселый родник, Приподи же к нему и напейся». Премьеру архангельский слушатель принял на ура. «Я так готовилась, я так переживала. И сегодня, именно сегодня я поняла, что я счастливая женщина, потому что у меня столько друзей, полный зал. Спасибо вам, что я не одна, что вы у меня есть». В этот вечер в адрес исполнительницы не смолкали поздравления и слова благодарности за творчество. «Я хотел бы пожелать вам многие годы радовать нас песнями, быть такой же доброжелательной, семейного вам благополучия. И мы вас очень, очень любим». Ее любят жители города и области, а на концертах всегда аншлаги. В прошлом Алла Сумарокова – солистка Академического Северного Русского Народного Хора, воспитанница легендарной Нины Мешко, а ныне самобытная и яркая певица, задушевная и не перестающая черпать вдохновение от родного севера. Таковы были итоги уходящей недели. А что нам преподнесет следующее, узнаем ровно через 7 дней. Елена Гочарова, с вами прощаюсь. Всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова